Как известно, аферисты промышляют в людных местах, но сегодня они проникли всюду. Сайты знакомств просто кишат мошенниками. И пока одни ищут любовь, другие ищут наживу. Полгода я провела на разных сайтах знакомств, чтобы выловить реальных аферистов. Ходила с ними на свидания под прицелом скрытых камер. И сейчас мы раскроем их реальные схемы обмана, чтобы в сети аферистов не попали вы. Сегодня в программе. Романтичное побачение. Слушай, так нежно. Сейчас уже никто не дает. Сейчас считаю меня старомод. Чи прикрыття для нахабной аферы. Ой, тормози, тормози! Чому не след купувати айфони майже на шару? Блин, чё? Чё ты говоришь? Кирилл мне в голову просто машут. И какие аферисти сидят на сайтах купивлі-продажу? Ну ты вообще не имеешь совесть? Ты просто оборзевший. Ты реально оборзевший. И не уснуть. Чим заманює на перше побачення тренер з теннису? Кіно, шміно, вот это доміно. И яким боком це може вилізти? Ах ти тварь. Ах ти тварь вонючая. Я тебе по-человечески, а ти? Як правило, многие любовные аферы начинаются именно здесь, в барах и ресторанах. Ведь это идеальное место для отвлечения внимания. Начинают обычно с комплиментов, чтобы расслабить жертву. Сашенька, ну скажи мне чё-нибудь приятное. Расслабь жертву. 1-0. Динамо вчера выиграла. Да, именно это мечта. Это слушает каждая девушка. Особенно, если она 3 часа до этого красилась. А, да, поаплодируем. Динамо. Но сейчас аплодировать будеш ты. Готов? Скотч. Настоящий. Не понял. Я тоже не поняла, как кавалер на первом свидании из моей сумки достал свои вещи. И судя по тому, как хватало за горло, это было совсем не шутки ради. Впечатляет? А то. Еще немножко, и он бы меня сломал. Ах ты тварь. Ах ты тварь, Валючин. Я к тебе по-человечески, а ты? И это при условии, что у меня в тылу было два телохранителя. Я знала, что меня защитят. И все же меня пробрало. Потому что он не остановился бы ни перед чем. Я тебя сожру здесь. А починалось все, как всегда. Мы расставили сетки на різноманитных сайтах знайомств. В анкеті Кристины – ее настоящие фотки, чтобы сразу отъехать тех, кто может познакомиться в ней человеку с телека. Найбільше клювало на анкету такой соби блондинки. В профайлі безлеч помилок. Фотки легковажної девочки-препевочки. И кавалери писали шквально. На побачения доводилось ходить регулярно. Но большинство из них явились обычными, без наслідков. Проте, когда ей написал 30-летний Володимир, мы даже не уявляли, какое нестандартное видение ждет вперед. Я тебя сожру здесь, ***. Вида, ты понимаешь меня? Проте, анкета Володимира наче стандартна. На фото середньої статури чоловек представился тренером с теннисом. Проте в переписці одразу зайняв рішучу активну позицію. Крістіна підігравала. Писала безграмотно та легковажно. Не сперечалась. Чим дуже йому сподобалась. Але через три дні переписки Володимир не нав'язливо спитав, чи є у Крістіни подружки, які хочуть шубу на шару. Мовляв, друг має шубний бізнес. Розрахунок вірний. Ну, яка дівчина і сама не зацікавиться шубкою на шару? І Крістіна підіграла. Захотіла норкову жилетку, яка на той момент коштувала не менше 12 тисяч гривень. Але Володимир запропонував її усього за чотири. Менш, ніж за пів ціни. Мовляв, Крістіна йому дуже подобається, то він проб'є у друга таку нехилу знижку. І одразу запросив на побачення, після якого й поїдуть за шубкою на склад. Звісно, Крістіна погодилась. Середа, 15.00 і Крістіна на місці. Днем раніше в ресторані попередили. Чоловік Володимир замовив окремий столик. Але ми про всяк випадок обвішали прихованими камерами увесь заклад. Офіціантка проводить Крістіну до місця. На ній, як завжди, підслужка, мікрофон та прихована камера. Столик виявився аж у підвалі, у найдальшому кутку ресторану. Проте група завчасно зайняла підсобку поруч з місцем подій. Щоб не сталося, їм вистачить три секунди, аби втрутитися. Кодове слово, як завжди, «Щука». Це команда, що втрутитись треба негайно. О, привіт! Привіт! Така клюва, вся в гароші. Заказуємо? Може, кофі вип'ємо? Я... А мені латте, будь латте. А мені тоді американа з молоком. І можна вас попросити закрити шторки, щоб нам ніхто не мешав. Спасибо. Закрити шторки. Хм, зачем такая секретність? Від встреча формальна просто, щоб пойти отсюду за жилеткою на склад. К тому же Владимир оказался совсем не похожим на свою фотку. Ему є що скрывати, але я ж должна убедітельно держаться в образі блондинки. А там равність цветову вообще? Да у него там вообще все. А ты наоборот трубочку ставила. А я даже не заметила. Волнуєшся? Волнуєшся. Ура, заметила. Правда, обычно в это не тыкають, а культурно молчат. Но Владимир вообще больше смахивает на Сашу Белого из бригады, чем на тренера по теннису. Представляєш, прихожусь сегодня к братану старшему. Он мне бабусики отдает, ну, 300 баксов. Я их кладу на журнальный столик. Ну, і пошли мы с ним на балкончик покурити. А ты спортсмен, раз ты куришь? Не, я-то не курю. Братан мой курит уже давно. Он с четвертого класса курит. Он и ходить, и курить, и разговаривать начал одновременно. А че ж он так растерялся? Не, я-то не курю. Короче, и вот мы выходим, я смотрю на моих бабосиках. У тебя у меня такого никогда не было. Смотри. Племяш разрисовал 100 баксов. Ты представляешь? Сфоткай меня, да? Я себе на аватарку в фейсбук выставлю. Трындим ни о чем, как обычно на первом свидании. Но ведь главная цель – норковая жилетка. Почему же так дешево? Всего за 4 тысячи гривен при реальной стоимости в 1012? Они там хорошего качества, но просто цена такая – 4 тысячи норка. Да, они же дорогие. Ну, это же цена закупочная. Это мой близкий Кен. Мы с ним в институте учились вместе. И он на меня не зарабатывает. Я ему скажу, что ты моя девушка. Хорошая легенда, но мы все пробили заранее. Даже самая низкая закупочная цена на сегодня – 8 тысяч гривен, но не 4. Что же ты захочешь, Вова, за такую шару? И ты ведь не зря выбираешь типичных блондинок. Они же беззащитны, как котята. Я люблю пирожки с ванильным кремом. С ванильным кремом. Воняльный крем становится, когда он уже протухнет. Он тогда очень воняльный. Как влево. Прям чувствую подтекст. И прелесть какая дура. Но еще непонятно, кто из нас двоих останется в дураках. Хотя он уверен, что ситуация рулит именно он. В любом случае, все решит поход на шубный склад. Малыш, смотри, мы сейчас долго засиживать не будем, да? У нас же сегодня а-ля такой вечер сюрприза. Сейчас мы быстренько рассчитаемся, да? И съездим к Санвеллу. Выберем тебе шубочку. И поедем куда-нибудь там. Кино, шмино, вот это домино. Ну, либо мне сегодня удастся купить норковую жилетку почти даром, либо Владимир что-то мутит. Но деньги я навстречу взяла. 4 тысячи гривен. Нужник сбегаю, я быстренько. Нужник? А тренера по теннису? Либо мой образ блондинки его слишком расслабил, либо он не тот, за кого себя выдает. Нам залишается только чекати. Але на камерах видно, что Владимир действительно иде в туалет. И через 5 минут выходит. Проте комусь звонит. Да, братья, все хорошо. Да, мы минут 10 будем. Самвальчик нас ждет. Я сейчас это рассчитаю за кофе. Здесь минут 10 мы будем... Недалеко, да? Да, здесь рядом. Так, сколько там за кофе? Так, кофе, кофе. Кристина, ты никуда не уходила? Нет. Никто не приходил? Не официантка, никто? Нет. Помнишь, я доллары сюда ложу. Ну да, вот эти с солнышком. Ты не брала их? Нет, конечно. Я спрашиваю, ты бабки брала моей? Нет. Ах ты, тварь. Ах ты, тварь вонючая. Я к тебе по-человечески, а ты? Вот эта резкая смена малыш на тварь просто приводит в ступор. Тебе что, рвануть сейчас тут или что? Я ничего не брала. 300 баксов мои где? А, вот к чему была история о братане с бабосиками. Он мне бабосики отдает 300 баксов. Теперь эти 300 баксов повесят на меня? И Вову как подменили? Я... Вова, я не брала их. Где? Вот как? Где? Где деньги, я тебя спрашиваю? Я правда ничего не брала. Что ты не брала? Где мои бабки? Кроме тебя никого не было здесь. Ты поняла меня? Я... Теперь понятно, почему в туалет выходил, чтобы кошелек оставить без присмотра. И ведь теперь не попрешь, я тут была одна. Но ведь баксы я не брала. Я сейчас тебя начну спустить. Подожди. Подожди. Что ты на меня смотришь? Это что такое? Это что такое, я тебя спрашиваю? Это невозможно. Это те же 100 баксов, что он и показывал. И он их достал из моей сумки. Но как? Теперь выходит он прав и я украла? Ты не брала, она сама туда залезла. Я... Я не знаю. Еще 200 баксов. Ну я не знаю, я же ее не брала, но мне смысла нету. Но его задача не услышать разумные аргументы. Его задача задавить. Слушай, малая, ты попала на бабки. Вот 100 баксов, еще 200. Сейчас же. Ты слушай меня внимательно. Если ты мне не вернешь эти бабки, я тебя сожру здесь. Я тебя, блядь, на кружевую поставлю. Тебя, сука, драть дальнобойщики будут. Гнида, ты поняла меня? И хватает больно, чтоб не сомневалась. Но не будет же он меня еще и бить. Или будет? И ведь я еще понимаю, что меня защитят. А другая бы уже рыдала вовсю, понимая, что один на один с этим психом. Даже меня пробрало. Сопли вытребли. Бабки пи*** еще и плачут. Блядь, актриса ты, посмотри какая. Конечно, я отдала деньги. Те 4 тысячи, что за шубку. Чтобы до конца узнать его аферу. Ах ты, мыша позорная, давай сюда. Не дай бог ты, сука, скажешь кому-нибудь, что ты разделила меня на бабки. Щука. Блядь, кого сука назвать? Сука! Блядь, сука! Кто вы, сука, такие? А мы с новоканалом. Уроды, блядь. Голос, звони мне. Что вы делаете? Я, блядь, нормальный человек. Я звони. Нормальный человек так бы не погрожував. Проте ми досі не знаем, як мічені 100 доларів опинилися у Крістіни в сумке. Вона-то їх точно не брала. И, передивившись приховані камери, прозріли. Володимир все робив, як завжди. Схема явно відточена. От тільки він не знав, що кожен рух пишуть наші камери. В туалет Володимир виходив з двома цілями. По-перше, аби залишити свій гаманець без нагляду. І потім мати змогу звинуватити Крістіну. По-друге, аби підготувати сонячні бакси. Проте, як вони опинились у нього в туалеті, якщо він клав їх у портмоне? Дякую за перегляд! Дякую за перегляд, щоб обвинить мене, що бакси исчезли з кошелька. Але як вони попали ко мене в сумку? Відь она-то все время була у мене на виду. І він навіть не притрагивався к ней. Поставити камери в нужник, пардон, ми не могли. А следовало б. Відь именно там і произошла главна частина афері. І по возвращенню все, що треба було зробити Владимиру, це огорошити мене сразу тварю. І потім совершенно оправданно проверити мою сумку. Поки я в полному ступоре, я ні за що не замечу вот це микродвиження. А потім вот це. Відь, між пальцами виден крошечний кусочек долларов. Причем с той сторони, с которой мене вообще не видно. Але видят камери. При этом даже этот резкий рывок был неспроста. Що ти на мене смотришь? А прикрыл перекладывання купюры. І з правой руки в левую, так як правой пришлось открыть молнию. Йому оставалось только раскрыть пальцы і уронить купюру в мою сумку. І все. Полний шок девочке обеспечен. Доллары с солнышком найдены у нее в сумке. Це що тако це спрашиваю? Як оказалось, це известний прием, коли долары просто складывают в тонку гармошку і прячуть между пальцами. Гармошку він явно сложив ще в туалете, а между пальців схватив, коли полез в карман. Як раз перед тем, як взяти мою сумку. В том потоке агресії заметить це було нереально. І главное, знаєте, в чем прелість його схеми? В тому, що підбросив бакси в сумку, він полностью переключає жертву в режим оправдывання. І она просто не успеває проаналізувати ситуацію. Тим більше, що жертв – це девочки. С перепугу вони з готовностю откупаються деньгами за шубку, лише б этот псих потом не ждал в подворотне. Кстати, уже і не подождет. Между прочим, аферисты всегда играють на актуальності. Потому, как тогда був што? Ноябрь. А шубка на шауру була очень кстати. Кстати, так ти поняла, в чем фокус? Ты подрезала скотч. Да, я вчера подрезала юбку, но не скотч. Смотри, самое главное – это правильно сложить руки во время перематывання. Вот так вот, видишь? Вот таким как бы плюсиком. Давай-давай, перематывай. Лежать. Отрывай. Ну, а теперь смотришь. Самое главное – это произошло тогда, когда я поднимала руки. Я сделала в этот момент вот так. Я просто не заметила. Вот так, выровняв кисти, видишь? Поставив друг к дружке. А потом просто одновременно резко дергнула в разные стороны. Хач! Класс. Ну, класс так, класс. Дивіться далі. Романтичне побачення. Слушай, так нежно. Сейчас уже комунікту не далі. Сейчас считаю, считаю меня старомод. Чи прикриття для нахабної афери. Ой, тормози, тормози! Чому не слід купувати айфони майже на шару? Блин, боже, щас мы говорим, ты реально мне в голову просто маршрут. І які аферисти сидять на сайтах купівлі-продажу? Ну, ты вообще, ты имеешь совість? Ты просто оборзевший. Ты реально оборзевший. Не в смысле. Сашка, а ты сможешь достать этот помидор из этой рюмки, не касаясь ни рюмки, ни помидора руками? Вообще ничем? По-моему, это невозможно. Невозможно не похвастаться шестым айфоном. И не выпрыгнуть на ходу из машины, когда кавалер-турлём чуть не спровоцировал ДТП. Такой экстремальный свиданец и вышло. А потом вернёмся к помидорам. На что только не готовы пойти ради наживы принцы сайтов знакомств. Ой, тормози, тормози! 27-летний Славик плюнув на Крістініну анкету блондинки. В его анкеті одне-єдине фото здалеку. И насторожив нас тем, что нибудь непомятно выпитав, когда у Крістіни зарплата. И, дизнавшись, призначил побачение на второй день после зарплаты. И Крістіна согласилась. Суббота, 15.45, и Крістіна на месте. На ней сьогодні дві приховані камери на куртці та в окулярах. Сгідно анкети, вона сьогодні блондинка в рожевому и с котиками на колінках, которые, до речи, заценили переходжей. Група у трех машинах поруч. Связок тримает через подслужку на Крістіні. Чекаемо на белый Ланос Славика. 16.10, а Славика нема. И жодного белого Ланоса поблизу. Чого б це кавалер запізнювався? Привет. Привет, Савчинка. Спасибо, ти прям даже дверку открыл. Конечно, джентльмен. А можна я сюда очки? Конечно. Прекрасно. Теперь работают две камеры на очках и на моей куртке. Привет. А Славик оказался очень красивым. Чего ж фотка в анкете без лица? Чтобы следов не оставлять, если что. Совсем забыл. Весенний такой яркий такой. Прямо как ты яркий. Слушай, так нежно. Сейчас уже никто тебе путь не дарит. Считай, считай меня старомод. А куда мы вообще едем? Это сюрприз. Или идем? Нет, это сюрприз. Сейчас поедем. Да, подбросить подсказку группе не удалось. Значит, работаем в режиме слежки. Нас ведут три машины. Дверь все хорошо. Мы прямо за вами. Мне так интересно, когда мы едем. Подожди, сама красота. Я не знаю. Я просто одета. Так там не придется. На парашюте летать. Я боюсь. На парашюте? Блин. Ну, ты раскрыла мои планы. Да, хорошее чувство юмора и красота – убойное сочетание для очаровывания девочек. Я прям таю. Нет, друзья, рассказываю. Знаешь, там один друг там встретился, а там, ну, как обычно бывает. Ну, чтобы не тебе это сказать. Ой, тормози, тормози! Переживай. Не переживай. Да мы только что чуть не впилялись в зад другой машины. Это что за прикол такой? С нас уже машина даже дергается. Не нравится она. Может, лучше таки прыжок с парашютом, чем такая езда? А мне как-то не смешно. Интересно, про какой сюрприз он намекал в переписке. Что-то мне уже это не нравится. Комплименты банальны, но намек интересный, что я добрая и хорошая. К чему бы это? Зато его езда совсем не хорошая и постепенно начинает меня изматывать. Что это за езда? Непонятно. Что делала бедная Кристина? Резкие рывки, торможения, некорректные обгоны. Мы тут просто подрели... Так, это явно все неспроста и мне реально уже страшно. Это не езда, а сплошной стресс. Даже вспомнилась собачка из интернета рядом с плохим водителем. Сейчас мы с ней прямо одно лицо. А нам далеко не ходить? Еще боишься? А нет, здесь рядышком. А мы тем временем подъезжаем к парку. Я забираю очки с камерой и мы уходим по аллейке вглубь. Вот такой вот старомодный немножко. Люблю гулять по парку. Но я не вижу группы. Где они делись? Машина стоит. Так выходим. Блин, натюханный бабай. Очень красивый голос. Я смотрю, ты тоже романтик. Это такая редкая... Это я битворяюсь на самом деле, что романтик, а сам тебе ведут какой-нибудь такой темный угол. Не боишься? Пока угол просто не очень темный. Пока не боюсь. Свидание, как по книжке. Это меня и смущает. Он не похож на мечтательного романтика. И все же он невероятно обаятелен. Когда надо, говорит, очень мягко и обволакивающе. Как будто усыпляет бдительность. Здесь такая легенда ходит, что если Боря влюбленная, здесь загадывают планы, то она обязательно сбывается. Я надеюсь, про себя можно? Можно про себя, если как бы... Нет, не в смысле про меня. В смысле, в смысле вот тут в голове. Давай сначала ты загадаешь, а потом ты скажешь, а потом я скажу. Загадал. Загадал? Да. Рассказывай, что ты загадал? Ну, чтобы брат выздоровел. Опа, а вот это не по книжке. 14 лет, пацаныч. Родной брат? Синус Кейти любит кататься. То есть там в арку, там все дела. Ну и с лестницы упал. Певалон битра, беденостопа. Ой-ой-ой. Знаешь, он там котенок лежит на обезболивании. Мама там, там плохо там. Ну, блин, допрыгался называется. Из-за этого вечера мне надо туда, ну, как бы смотаться. Но все равно очень рад, что виделись, то есть прогулялись. Кстати, у тебя мурашки. Это холодно. Ты знаешь, мне как говорят, что слова могут соврать, глаза могут соврать. Честно, это кровь мурашка. Мурашка? Первое правило любого афериста. Прощупать степень доверчивости и отзывчивости жертвы. Сейчас это было похоже именно на это. Мама там, какой ужас. Там плохо. Мне и вправду жалко, если это правда. А у нас продолжается романтика, как по книжке. Даже белочка, как на заказ. У меня один раз белочка, то есть она тоже как сорок, но ярко ведутся. Чуть в 19-м браслете не спрашивают. Куда же он меня ведет? К сюрпризу? И зачем так сакцентировал на этом браслете? Это когда у меня отец и матери разводились. Отец мне подарил его. Всегда помню, он мне всегда с тобой. Надеюсь, я разводиться ни с кем не буду. Я опять же повторюсь, в старом моде. Хочу, чтобы раз, как бы на всю жизнь. А ведь он подбрасывает в беседу все то, что хотят слышать девочки. Что серьезные, что надежные, что против разводов. Я очень бы хотел крепкую семью, чтобы дети были вот такие вот карапузы. И ведь это сразу располагает его к себе. И тут я вижу его сюрприз. Я сто лет не каталась на колесе. Это такой большой сюрприз. А вот тут бы девочки совсем растаяли. Красив, романтичен, ответственен, заботлив. Ой, 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 ой. Ладно, я сработаю. Но вот слишком все как-то правильно. Цветы, романтика, проблука. Как будто очень хочет произвести хорошее впечатление. И ведь вообще не похож на аферистов, что нам попадались. И на закуску он предлагает поехать в ресторанчик. Группа по-прежнему в режиме слежки. В такой толпе Славик ничего и не заметил. Возвращаемся к машине. Сейчас только один звоночек сделал. Алло, мам, привет. Да. Летят, не переживай. Все отъедут, все решили, все делали. Все давай, стой. Так, еще раз напомнил про брата. Невзначай. Мы что, поедем сейчас к нему в больницу? И опять это нервная езда. Но зачем ему это нужно? И вдруг машину начинает странно подергивать и сносить к обочине. Ой, что происходит? Что случилось? Одно на одном. Ой. Фу, господи. Я думала, что мы уже врежемся прямо в этот бордюр. Я вижу, что группа частично успела среагировать. Кто-то проехал, кто-то как раз догнал. Что же происходит? Что, они едут? Да, вот. Здесь есть... СТО-шко. Не поняла, он реально поломался? А если бы у меня не было мобильного интернета? Как бы мы нашли СТО? Но в этом районе их оказалось валом. И ближайшее через 750 метров. Так а как мы доедем? Про холостой ходу доеду, дотяну, как-то толкаю. Фу, это капец вообще. Ну и свиданец, да? Прости, блин. Я вообще не понимаю, что такое холостой ход, но даже здесь он умудрился подумать обо мне. А не о своей поломке. Тихонечку. Ой-ой-ой, как она рычит. Очень потихонечку. Не будем дергаться, возможно. Клик, мы немного рассеялись. Одна машина вас видит. Будем догонять. Адрес СТО мы услышали. А СТО оказалось на закрытой территории. Но чего я паникую, я же сама ему его в интернете нашла. Итак, сейчас я без группы. Через подслужку они слышали адрес СТО, пока мы его вместе искали. Найдут. А Славик с механиком ковыряются под капотом и что-то обсуждают в сторонке. И постепенно Славик меняется в лице. По-моему, Славик и правда озадачен и расстроен. Кстати, вот и группа в машинах. Встали в сторонке, типа ждут очереди. Неужели мы промахнулись? Но ведь Славик не зря в переписке узнал, когда я получаю зарплату. И именно после зарплаты назначил свидание. Мне просто колеса нужны просто по заре. Сумоловая операция. Доктор сказал, если что, нужно будет за лекарствами. Операция серьезная. Бедро. То есть там, не дай бог, что-то неправильно сделают. Вообще хана, блин. Инвалидом будет. И что я этот, блин, козел, блин, сейчас мне 7 штук сказал? Мне говорит, по минимуму. Ой, ***. Ладно, сейчас друзьям позвоню. Опа, это мы уже проходили. И дверь специально не закрыл. Чтобы я слышала. Алло, Юр, привет. Как? Мне срочно деньги нужны. Машина сломалась. Там у брата операция. Там вообще срочно надо. Юрка, блин, ну очень надо. Я тебя часто прошла. Друзья реально познаются в виде. Черт, он кажется, правда расстроен. Может, я напрасно его подозреваю? Блин, капец. Солнце так все навалилось. Ну я понимаю, что там свидание, все остальное, что выгляжу сейчас, я не знаю, как, да не мужик, а как, я не знаю, тряпка какая-то. Мне уже некому обратиться. Всем друзьям обзвоню. Всем абсолютно. Так, проверить мы можем, только дав ему денег. Да извини, наверное, я должна была и сама предложить. Я просто... Куда ты че? Ну у меня просто только на карточке же есть. По странной случайности банкомат оказался через дорогу. И через пять минут я уже принесла пять тысяч гривен Славику. И горе Славика сменила плохо сдерживаемая радость. Честно, у меня родители, наверное, жениться на тебя заставят. Они даже не заставят. Это... Блин, у меня правда слов нет. Да ладно. И тут Славик меня решил сплавить. Но под внятным предлогом. Ты, наверное, знаешь что? Езжай домой. Это долго будет. Это долго, нудно, матюки. Сейчас будем с этим разбираться. Ой, ты знаешь что? Это для тебя, для меня, чтобы я себя не чувствовал уже, блин, дерьмом последним и чмошником. На, вот мой браслет. Так, и отказы не принимаются. На, держи. Ты знаешь, как он для меня дорог. Так, это чисто, это золото. Он стоит даже намного дороже, чем пять тысяч. Ух ты, интересно. Я сбита с толку. Браслет тяжелый, крупный, правда на вид дорогой. Неужели машина реально поломалась? Но я делаю, как он предложил, вызывая такси. Наше такси. Которое отвозит меня недалеко за угол. Теперь мои глаза и уши группа в машинах на территории СТО. И ровно через пять минут я слышу в подслужку новость. Офигеть. Вот, блин, урод. Вот никто из нас не ожидал такого поворота событий. И пока Славик думает, что провел меня, мы думаем, как не дать ему смыться, ведь он на машине. Слушайте, позвоните кого-то сейчас на канал, пусть нам подгонят какую-то машину, типа внедорожник какой-то. Нам только надо убедиться, что его машина все-таки на ходу. И, судя по всему, минут через сорок это станет ясно. Джип с реквизитом в подмогу нам прислали быстро. Им мы будем блокировать выезд. А за рулем джипа буду я, в новом образе. Смотри, как на тебя собака смотрит. Через лобовое на расстоянии он меня точно не узнает. Моя задача криком выманить его из машины. А там пацаны уже подхватят. И знаете что, через сорок минут безо всякого ремонта машина Славика поехала. Готовно. Ты готов, он съезжает. Скоро ты прешься? Куда ты прешься, блин, на своей консерве? Ты больной, тебе повылазила? Что за чердя, б***я, руки убрать, б***ь. Теперь, б***ь. Так что, брат в больнице? Что это за цирк, б***ь? Цирк? Потому что это были мои идеи. Как ты докажешь? Не поверишь, все снимали скрытые камеры. Я понимаю, что аргумент, наверное, для других девочек был такой же. Как ты докажешь? А вот у нас все было записано. А знаете, что он на самом деле делал на СТО? Оказывается, пользуясь смазливой мордашкой и романтическими приемами, Славик очаровывал девушек. Потом бискался про брата, имитировал поломку машины, а на механике это легко, и просил выручить деньгами. Но главное, на СТО Славик просто переобулся. С зимней резины на летнюю. А поломку просто выдумал. Зато смешно, как по-разному выглядел спектакль Славика для меня и для механика СТО. Знаете, почему на самом деле Славик менялся в лице? Что ж, он отводил, о чем он говорил вообще? Подшипники поменять, спрашивал, сколько масла, генератор. Я ему цену назвал, сколько это в среднем примерно будет стоить. Но он не конкретно сейчас, он спрашивал, сколько в среднем это будет стоить. А цены сейчас на все ого-го. Поэтому и для меня, и для механика его реакция отчаяния была оправдана. Так а сколько он заплатил? Ну, за все вместе, с резиной, с работой. Три с половиной получилось. Блин, он даже еще заработал, это капец. А что, кидалово какое-то, или что? В итоге да. Да, и с браслетом тоже кидалово. А браслет оказался без пробы. Железя, как гривен за 150. Вот такой вот честный обмен на 5000 гривен. В общем, у аферистов свои фокусы, у меня свои. Так что, как достать помидорчик из рюмки, не касаясь вообще ничем? Главное просто встать немножечко, чтобы вертикально. По губам дал. Может, мы не будем делать этот фокус? Ура! Подмирщик? Да, с удовольствием. Спасибо. Сашка, с чем у тебя ассоциируется воздушный шарик? Ну, с праздником, с детством. Да, у меня с надувательством. Как в афере, где меня оставили без новенького айфона. Кстати, после сюжета я тебе покажу, как из воздушного шарика сделать чехол для телефона. Если, конечно, телефон у вас останется после встречи с таким аферистом. Когда за 20 минут можно влететь на 6000 гривен, аферистов начинаешь ненавидеть. Ты слышишь меня? Скритые камеры тебя снимали. Ты вообще, ты имеешь совесть? Ты просто оборзевший. Ты реально оборзевший. Как? Нет, ну не может быть. Нет, все. Такого оборзевшего афериста мы еще не встречали. Зато и он повстречал нас впервые. Я сейчас милицию вызову. Еще якихось півтора роки тому цієї нахабної афери могло б і не бути. Тому що п'ятих айфонів тоді ще не було. Проте аферисти завжди йдуть в ногу з часом. Що популярно, на те й ловлять. На дворі був листопад 2014-го. На той момент Крістіна вже чотири місяці висіла на різноманітних сайтах знайомств. З цілью вилову реальних аферистів. Але цього разу її відшукали на фейсбуці. Дівчина Олена, яка бачила передачу в ефірі. Я вас по судам затаскаю. Розповіла, як її кинув на 5500 аферист Руслан. Щоправда, не з сайту знайомств, а з сайту об'явку півлі-продажу. Вразило її те, що його об'ява ще й досі висіла на сайті. З тим самим айфоном на продаж, з тим самим текстом, але з іншим номером телефону та ім'ям. Або це інша людина, або він нахабно продовжував виловлювати жертв. Ловив, звісно, на шару новенький айфон 5 майже за пів ціни. Заманливо. І Крістіна дзвонить продавцю, як звичайна покупниця. Розмову, звісно, записуємо. Алло, Алексей, здравствуйте. Мене звуть Крістіна, я званю по поводу вашого об'явлення. Айфончик 5, продаєте ще? Да, продаю. А можна його посмотріти, наприклад, завтра? А завтра в якому час? До завтра, до свидания. До зустрічі ми готувались ретельно. Адже завдяки Олені знали, чого чекати. Проте було одне але. Цей аферист не бачив Крістіну заздалегідь, як інші з сайтів знайомств, які бачили її хоча б на фото. А тому є ризик, що він впізнає в ній ведучу нового каналу. І просто змиється з місця. Адже як виглядає він, ми навіть не уявляємо. Знаємо тільки ім'я. Олексій. Нарешті понеділок. 13.45 і Крістіна на місці. Олексій має бути о 14. На Крістіні, як завжди, прихована камера та підслужка у вусі. Вона сіла за потрібний столик. Саме на нього націлені усі наші приховані камери. Їх ми розташували ще вранці. Чекаємо. 14.00. Нікого. 14.10. Так само. І Крістіна вирішує на брат і продавця. Алло, Олексій, здравствуйте. А ви добре? Я вас вже жду. Далеко? Вот це я. Крістіна, да. Очень приємно, Олексій. Очень симпатична. Спасибо. Не пересейте, я не такі дуже люблю. Опа, он мене такі узнал? Или не до конца? А може б, я когда-то була на рекламі, господи, магазина, електроніки. Може б, там-то, наверное, мене не відбували? Да, наверное, наверное, наверное. Вот теперь непонятно. Либо он мене узнал і буде паїнькай, либо он обычний продавец, либо не узнал, но напрягся і не решиться провернуть аферу. Давай тогда сразу к делу перейдем, а то еще куча днів. Да, аферисты новые, а приемы старые. Ограничения по времени, чтобы не дать жертве успеть подумать, если что. Но, може, он і обычний продавец? Смотри. Я надеюсь, у нас счастье. Да что ж за невезуха такая? Или это наше общее нервное напряжение передается? Хотя Алексея непоколебим. Проверь, он на роботоспособность. На роботоспособность? Вон выросли. И так, огородом вставай. Телефон хороший, явно новый. Придраться не к чему. Че ты продаешь? Он реально очень круто выглядит. Деньги сейчас должны. А мне как раз не прав. Точно так пользуюсь. Там дняшки. Зачем мне два? У меня просто черный. Мне черный цвет лучше нравится. Смотри-ка, а легенда про брата совпадает с тем, что написала нам пострадавшая Елена. А брат не знал, что с твоей сестра? Да, он слишком занятый человек. У него с денями проблем нет, поэтому он так обижается перед моим днем рождения. Подарки делаешь. Вот он мне обо мне. Хороший чем брат? Хорошо, подарки делаешь. Да, он тоже. Брат-то хороший. А вот иди копить не думаю. Язык хорошо подвешен. И легенда убедительна. Есть такие братья. Правда, говорит как-то суетливо. Неужели мы угадали? Давай, давай звук проверим. Ага, да? Дискотеку строить. Ой, очень классный звук. А, как теперь выключить? Ай! Да, да, да. Хороший. Но Леша слишком часто подгоняет. Да и рассматривает меня как-то задумчиво. На знакомое лицо, я говорю, подбываю, пытаюсь вспомнить, что холодильник петится. А потом, знаешь, засядет в голове, ну где, 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 где? Ты говоришь, у меня тоже обычно подходит там, это вот там в рекламе холодильников, утюгов, фенов. Я говорю, асфальтов плачек. Где-то, где-то, да. Черт, хотя бы не вспомнил. Я уже почти не сомневаюсь, что он аферист. Можешь спешить, бежать надо. Спешишь, да? Ну, да. Не, вот устремился тоже, не что в картошке покупаю. Вот-вот, аферисты любят подгонять по времени, но все решит момент оплаты. Ну что, все, беру. Считай. Аж не верю. Вообще-то немного не помню. Тут что, опять лицо? А вот и начинается афера. В объявлении было 5500, и мы вчера собрасывали, и мы говорили 5500. Мы вчера разговаривали, если у него начинается вал, то стоит 5500. Вот за день доллар так скачет, что если моя мама не горела. Хороший предлог. Доллар реально вырос с 8 до 11 гривен. И что же дальше? Слушай, ну, честно говоря, но я там в свете взяла с собой только 5500. Если ты нам тоже помню, я запускаюсь на этом, то еще никто покупать. Мне этот телефон достался абсолютно бесплатно. Поэтому у меня есть такая большая разница, его и подобие. На самом деле, я полностью не знаю, что точно такой же, что в десятку. Я тебе за 6,5. Разница, понимаешь, или нет? Аргументы очень продуманы, и шара очень заманчива. Но есть одно но. Блин, что-то мне говорят, но у меня таких денег даже нет у собой. Я же не предупредил, что это нет у собой. Нет у собой. Ничего не было в голове очень мало. Лиз. Извини, ну, мая, моя дочка. Не будет постараться, но пойми, понедельник сегодня, еще за собой. Какое-то изумение, ображение, дебил настроение, несплохо. Да, понедельник. Да, да. Что там в письме, сейчас телефон-то все равно достался бесплатно. Давай все просто смешим на понедельник. Да, говорили. Так возьми, может, там что-то важное. Я подожду, подожду. Алло? Да. Да. А у Алексея, ссылающись на час, так и пишем. Но только он вышел в дверь. Простите, перезвоните. О, берите его, все все спало. А мы уже на стрёме. Нашу солодку парочку он видел и под час захода. Так что сейчас они не вызвали подозрения, а даремно. Кто такие? Леша, может, ты и не Леша, я правда не знаю. А кто ты? А мы с нового канала, Леша. Программа «Натюристы в сетях». Это что там? Подождите, я не могу открыть. Телефон невидимка. Давайте как-то договоримся. А что надо договаривать? Ты продал мне пустую коробку. Там был телефон. Слышишь меня? Скрытые камеры тебя снимали. Три камеры. Не было. Ты вообще, ты имеешь совесть? Ты просто оборзевший. Ты реально оборзевший. Как мне? Ну не может быть. Нет, нет. Я сейчас в милицию вызову. Прекрасная мысль. Звонила. Проте Олексій виявився надто впертим. Я продал телефон. Скрой круг. Ты лежал. Подстава какая-то. Реально, нет. Я такой очень не мучаю. Леша, слышь меня. Тебя снимали с этой камеры. Не было телефона. И саме на камерах мы побачили, как он за умови, что был постоянно на виду, умудрился продать Крестине порожню коробку. Ключовым став момент розрахунку. Вас, мабуть, теж здивувала плутанина с ціною. Это вибивая покупца с колей. Адже зайва тысяча гривень на дорозі не валяется. Но в продавца наче зрозуміла аргументація. Это маніпуляция. Девчина очень хочет этот iPhone. Он действительно новенький и идеальный. Та еще и за пів ціни вона уже размріялась. А значит, полностью на гачку афериста. А аферист спочатку вибиває с колей ціною, что взросла, а потом добиває ризкою зміною настрою. Все это выглядит природнёй. Но с кем не бывает. Но на самом деле в этот момент и сталася афера. З историей постраждалої Олени ми здогадалися, что что-то будет происходить под столом. Тож разместили там приховану камеру. Олексій про неї нісном, ні духом. И ось он. Момент истины. Олексій приголомшує Крестіну новою ціною. И пока вона цілком логічно заперечує. Він складає телефон у сумку. Мовляв, ну не порозумілося на ціні. Але як тільки Крістіна вирішує забрати гроші, бо зайвої тисячі з собою в неї просто нема, він різко поміняє настрій і повертає телефон на стіл. Але весь секрет у сумці. Вона має два відділення. І перший раз він клав справжній телефон в одне відділення, а витягав з другого порожню коробку. А далі ще простіше. Після підміни треба щезнути миттєво. І у Крістіни раптово дзвонить телефон. Невідомий номер. Але вона не хоче брати. Проте Олексій ненав'язливо підштовхує. Яка культурність, подумала Бдама. Але у трубці раптово чує таке. Ну яка дівчина не розгубиться від такого? Тим більше, що її назвали її іменем. Таємний прихильник? Як цікаво. І поки вона у ступорі, Олексій, який усю зустріч кудись поспішав, так і йде. Вміло відтягнувши руку Крістіни від коробки раптовим поцілунком. У дівчини подвійний, але приємний ступор. Був би. Якби на місці Крістіни була б інша. Проте дзвонив однозначно спільник, аби Олексій міг спокійно змитися до того, як Крістіна могла б знову глянути, що в коробці. Номер та ім'я йому дав Олексій, адже напередодні Крістіна йому дзвонила. Припускаємо, що спільник чітко знав, коли подзвонити завдяки цьому. Поки Крістіна захоплено роздивлялася предмет покупки, Олексій міг зробити виклик і залишити спільника на проводі. Так він точно почує, коли саме зробити дзвінок. І дзвінок не забарився. Ало? А вот, що значило мое «Всё совпало». Відь о дзвонке незнакомця Єлена теж розказала. Кстаті, сумка у Леши була дуже продуманная. Два відділення узкі, но швидко доставати «Удобно». Причем, благодаря наружному карману можна даже не глядя понять, какое отделение ближе к нему. Значит, там і пустая коробка. І при этом спокійно смотреть покупателю в глаза. Точнее, покупательнице. Ведь свою аферу Алексей проводил только с дзвушками. А тепер я покажу свій ловкий фокус. Як с помощью шарика за 5 гривень сэкономить 200 гривень. Делаем чехол для телефона. Все очень просто. Надаваєм шарик. Ну то есть, значит, не просто. Так, надули шарик. Кладем сюда телефончик на мордашку. І начинай вот так вот вдавливать, вдавливать. Прессуем, короче, телефон. С мордашкой. Как инопланетяшка. Причем, менять можно каждый день. Оп. Ну согласись, выгодный чехол за 5 гривен. Скажи мне, хочешь что-нибудь приятное за такой секретик? Динамо. Ясно. Девочки, не динамки хороших мужчин и попадайтесь лучше в любовные сети, чем в сети, чем голы соперников. в нашей футбольной сети. Давыд? Огонь. Дивіться у наступній програмі. Нам попався малолітній парфюмер-аферист. Это Дольчен Габан. Отличный шлифовый аромат. Шлифовый аромат. Это значит, я ничего не чувствую. Якого мы провчили назавжди. Я не поверю, когда мне телефон зазвонил. Ой, где такое лицо? У меня сейчас такое, наверное, лицо, да? Не, у тебя хоть радость, я вообще не пойму. Пожалуйста, Женька, ну посмотри, как я вам буду везде ездить. Ну ладно, не нервиши это так. Не нервиши. Ну давай пока на тебя, я хорябат. Подожди меня, я сберю. Сейчас мне приятно, я ваш швейнер, Кристина. Бо він не знает, что он объект перевирки на верность. Щечки в том по зеркальцу, как у вас. И за этим побачення с депутатом с сайту знайомства не завжди не служил хоть на какое-нибудь вознаграждение. Я сейчас не поняла. Вам, девушкам виднее. Хе-хе-хе-хе.